Продолжение следует... И еще немножко поболтаем, погуляем, походим. Они, наверное, тоже в центр идут, поэтому я сейчас их догоню. Не часто встречаю знакомых, которых знаю в Оренсбурге, потому что мы в Оренсбурге живем третий год. Вышла из магазина. Даже не посмотрела, насколько я купила продуктов. А вот мой любимый магазинчик. Ой, люблю его до безумия. Здесь всегда такие современные вещи продаются. Ну и именно, да, которые сейчас носить. Здесь всегда скидки, ангивоты. Сейчас посмотрю, что есть. Посмотрела, ничего не купила. Жаба давит. Нигивоты прям по 20 евро, да? Но пока перебьюсь. Не до жиру. Футболки были хорошие, такие, знаете, резиновые. Мне нравятся резиновые. Они на любой размер. Похудела, подойдут. Потолстела, тоже подойдут. По 10 евро были. Но я подумаю еще. Посмотрю, что у меня есть в гардеробе. Малеха за месяц поправилась. То худеем, то толстеем. Но ничего. Это потому, что не двигалось целый месяц. Не двигалось вообще. Только кухня, диван и все остальное рядом с диваном. Все прибамбасы, все приладушки рядом с диваном. Чай, тортики, жмортики. Все, что угодно. Вот. И поэтому... Ой, какая духотища. Я уже разделась. Видите? Мужиковку сняла. Как говорится, быстренько переобулась. Так и я. Быстренько переоделась. Мне еще нужно сходить в Ротсман. Я ведь вам центр не показала. Я ведь ушла с центра. И не показала вам. Встретилась со знакомой. Поговорили чуть-чуть. И она пошла в магазин. И я пошла. Я все никак не могу своей знакомой огурцы отдать. Приходила в понедельник. Она после обеда. Пришла после обеда. Она до обеда была. Ну вот. Уже скоро урожай пора снимать. А я все огурцы не могу отдать. Ну, она такая. У нее есть и огурцы, и помидоры. Она все садит сама. Рассаду уже высадила давным-давно. Она молодец насчет этого. Знает толк в посадках. Поэтому огурцы будут у них поздние. Пока я отдам две пачки огурцов. Идем в центр, дойдем до Ротсмана. А там уже и домой двинемся. Тут уже и Росман. Вот такой у нас центр. Видите, как все в центре. Просили центр показать. Ну и вообще город показать. Достопримечательностей мало. В основном вот такие посиделки сейчас. Весенне-летние будут. Тут около кафешек. И будет все у нас насыщено. Кофем, булочками. Общением людей друг с другом. Ну, а мне нужно в Росман, друзья мои. Идем в Росман. Вот и наш центр. Видите, улочка. Туда идет одна центральная. Туда идет и туда. Мы с тобой. Мы с вами, а не с тобой. Заговорилась уже. Мы с вами сходим еще в один хороший магазин. Мой любимый. Посмотрим что-нибудь к паске. Нужно купить нам что-нибудь красивенькое на стол. Пасхальное. Вот по этой улочке мы сейчас с вами и пойдем. Вот видите, все кафешки открылись. Все, посиделки начинаются у нас. Все люди могут кофе, булочка, общение, сигареты на свежем воздухе. В субботу здесь будет все-все-все забито до отказа. Сегодня среда и поэтому ничего и никого почти нет за этими столиками. Пойдем сходим еще в один мой магазинчик и попремся домой. Щеки себе уже находили. Смотрите, какие у меня щеки красные. А, розово-щекая стала. Тетя Мотя. Поэтому не зря я борщ сварила. Правда, он нещимный, куриный, как Константин говорит. Любятся свининочки. А свининочку надо в магазине покупать. Что есть из того и варим. Что засунули в морозилку, то и достаем. Так ведь? Ну так вот. Мы с вами уже пришли. Вот так называется мой любимый магазин. Очень-очень хороший ассортимент у него именно по украшениям. Сейчас зайдем. Впереди подземный переход. Здесь у нас проходит железная дорога. Здесь я никогда ни разу не была. Иду первый раз вместе с вами. Мне туда не надо. Мне надо в другое место. Я хочу еще в Кик зайти. А он в другой у нас стороне. Пойдем сейчас сходим. В другую сторону. Здесь хорошо. Хорошо, да, как песни поются. Там хорошо, но мне туда не надо. Дорожку видно, как на ладони. И вот у нас железная дорога проходит. По два поезда ездят туда-сюда, катаются. Сейчас мы с вами дойдем прямо почти, да не почти, а до Банхофа, до вокзала. Но заодно и вокзал покажу. Прибавим скорость. Я уже не знаю, сколько я гуляю. Сейчас посмотрю по времени. Два с половиной часа гуляю уже с вами. Ну, что смогла, то показала. Так, примерный обзор вы видите. Из чего состоит наш город. Город очень интересный. Я никак не могу понять этот город. Как у него улицы идут. Видимо, раньше был пригород маленький городишко. А потом люди начали здесь пускать корни. Что пригород города, да? Ой, Гамбурга. И вроде как подешевле будет жилье туда-сюда. Потому что на поезде, вот на скоростном, который не останавливается, одна остановка здесь, например, здесь сел через 15 минут тоже в Гамбурге. Без остановки, если видишь. Если с остановками есть поезда, где, как у нас, да, электрички на каждой остановке останавливаются, там подольше, по-моему, 35 минут. А вообще 15 минут. Так это называется пригород, да, Гамбурга. И люди начали это все умекать, что здесь подешевле. И вы знаете, здесь уже возросли такие цены на квартиры. Что в Гамбурге, что в пригороде Гамбурга. Естественно, в Гамбурге, конечно, подороже. Там люди стараются найти хотя бы однокомнатную по цене нашей здесь двух-трехкомнатной. Такие цены, да, в разбеге. Но факт тот, что город стал увеличиваться. Не хватает земли, не хватает дорог. И вот они теперь, знаете, их такими, знаете, козьими тропами ведут. Вот чтобы в центр проехать. Вы так просто не заедете в центр. Там такие козьи тропы нужны. Особенно если с Банкова ехать. Ну вот как я, как я третий год здесь живу. Я еще до сих пор не могу понять, где что, где находится. Мы с вами вышли на центральную улицу, по которой шли. Обогнули ее. По всем магазинам прошлись. И вот центральная улица. Сейчас мы с вами пойдем в Кик и в Теги. Они два магазина рядом. Идем. Я уже не иду, а ползу. О, сегодня я пар спустила капитальный. Вот это да. Господи. А самое главное, подальше от стола. Подальше от стола, как многие пишут. Аленка, подальше от стола. Надо держаться. После шести не есть. Я все это прекрасно знаю, да? Но не могу ничего поделать. Уже начинаю. Руку протягиваю, расхлопну по ней. Руку протяну, расхлопну по ней. Ой, тяжело. Когда дома сидишь, безработная, еще и каждый день вкусно готовишь. Стряпаешь, пухаришь. Ну как вот это не съесть? А еще у меня же щитовидка, поэтому я, например, стресс какой-то. Чуть-чуть малейшего. Вчера Константин мне настроение испортил. Я так готовилась, так все делала. Я крошечку. Да, пусть там всего помаленьку. Но такое разнообразное меню хотела сделать. И человек мне вот так вот рах, бах. Меня можно обидеть одним словом. Я ждала их всех, да. И вот такое я получила. И поэтому у меня вчера был взрыв на макаронной фабрике. Вы бы слышали, что было хорошо, что я вам это не показываю. Поезд длинный едет. Вышла из одного магазина. Следующий, еще один магазин. Кик. Ну я уже здесь, по-моему, все купила. В Кике я уже была. Я уже такое купила, что мне надо. Поэтому идем, дорогие мои, домой. Все, что нужно, я уже купила. Вы знаете, что заметила? Сейчас по Уэре ничего нет. Вот все, что пишут по Уэре, я вам специально покажу. Все это ложь. Вот, например, по Уэре написано, да? Лейка 2,99. Или вот такие какие-то ручная работа деревяшки. 5,99. Даже те же цветочные горшки, да, на балкон. Вот какой тут ценник. 2,99. Ну, конечно, здесь же написано АП Уэра. Поэтому АП Уэра и есть. Вот, 4,99. Это сидушки, да? Если вечером сидишь холодно, то под задницу подкладываешь эти сидушечки. Так что, мои хорошие, АП Уэра это только за Маниловка. А по Уэре сейчас ничего нет. По Уэре можно только укроп и петрушку купить, куда мы сейчас идем, но у меня ее полно. я посмотрю, что там еще из фруктов есть или из овощей. Все равно мимо иду. Мимо уже ползу, а не иду. И вот наш банков. Вот такой маленький. Сейчас я вам поближе сделаю. Ой, что-то сильно близко. И вот наш банков. Такой малюсюсенький. Сейчас ближе подойдем, увидите. Ну а что, здесь только тикет купить и бежать быстрее к поезду, как наши ребятишки делают. От нас он, ну, по-хорошему, как они ходят 10 минут ходьбы. Мне больше, потому что я ходить вообще не люблю, не привыкла. Что меня это и будоражит, что нужно ходить, нужно ходить. На работе ходила, конечно. На работу надо ходить. А здесь сейчас тьма тьмущая для меня. Ну и вот туда дальше. Еще улицы пошли. Там парковки машинные дальше. Пойдем посмотрим, завернем в этот магазин в Турецкий. Посмотрим, что там. и вот по этой дорожечке пойдем домой. Смотрите, какая я краснощекая. Устала Аленка ходить по магазинам. Да еще полная сумка у Аленки. Она просто так не ходила. Она еще что-то покупала. Я же вам говорю, меня в магазин отпускать, я как тот плюшкин. Я вам покажу, что я купила. очень нужные вещи. Не каждый же день мне плести для багетов или для хлеба. Стала хлеб стряпать свой. Понравился ребятишкам. И вот под хлеб нужно формочку. Потом торты украшаем с этой, с Ксенией. Нужна формочка. Зашла в самые дешевые магазины. Уже не до дорогих магазинов. Тедди и Кик самые дешевые у нас магазины, где можно оптимально, актуально купить вещь за ту сумму, которая она имеется. Конечно, она может быть там, знаете, не с фуфлоном, не с тефлоном или еще с чем-то. Ой, видите, опять у нас мусор вывалили. Как попало. И думают, что кто-то его это все заберет в шайсе. Ну и вот не хочу даже показывать, останавливаться на этом. И вот это мне тоже нужно было. И вот я, наверное, если бы у меня был ходунки, часы или еще там что-то. Нет у меня такого. Надо было телефон завести на ход. Тогда бы показалось, сколько я сегодня сделала шагов. Устала, иду, вообще ужас. Сейчас завалюсь. еще и наемся нещимных. Завалюсь и буду лежать. Еще же видео надо сделать. Предыдущее, где я собиралась к замку только. Что я делала. Потом, после замка. И вот на видео много времени уходит монтировать это все. Все, мои хорошие. Я уже, наверное, больше не буду снимать. Попрощаюсь с вами. Перейду дорогу. У нас здесь рядом полицейский участок. Быстро люди с полицейского участка к нам прилетели, когда к нам соседи вызвали полицейских в 10 часов в 5 минут. Но это я уже рассказывала. Это вы можете найти, чтобы по 100 раз повторяться. праздник отмечали родители. Они уже пожилые, громко кричат. Ну, как кричат, разговаривают. А те думали, что мы пьем, бухаем, деремся в поди. И вызвали полицейских. Артем наш вышел, сам полицейский. Отец вышел, я вышла. Все видят, что адекватные, нормальные люди. Вот у нас Эдаку строят рядом с нами. Господи, быстрее бы построили. Люблю Эдаку. Хороший магазин, квалитетный, все. И часто ангиботы и на мясо, и на все бывают. Можно что-то купить путнее, чтобы не бегать по-непутнему. Ну и вот, не договорила, вам в конце расскажу, значит. Артемка вышел, говорит, вы знаете, мы не часто к родителям собираемся в гости. Приехали ее родители, мамины. Им по 75 лет. Они уже плохо слышат, плохо видят, говорят громко. Отец, например, громко разговаривает, да? И это самое. А люди ничего не понимают. Можете зайти в дом, посмотреть. Сидим, чаи гоняем. Кто-то, может быть, и выпивает. Мы что, должны разрешение еще спрашивать? Выпивает, кто-то не выпивает. О, господи, засверстили. Ничего вам не рассказать, не услышите. Ну и, короче, где-то, может быть, в вас нуждаются люди сейчас, именно вашей помощи, а вы приезжаете на вызов вот так. Ну, тут мерляет, мол, типа, извините. Пришел вызов, мы должны его съездить, узнать, на вызов этот, проверить, что почем. Естественно, если дальше будет этот же телефон и этот же вызов, мы уже к вам не приедем, потому что это ложная тревога. И вот так они в 10.05 в субботу вызвали нам уже полицейских. Ну, а что тут полицейским ехать-то? Ровненько-ровненько по дорожечке и вот они мы. И вот так. Вот такие у нас соседи. Молодые. Такие конченые, я бы вам сказала, кто на букву С. Люди живут в 4-комнатной квартире, нигде не работают, а дурости своей в 8 часов вечера начинают пылесосить, днем, видимо, спят. День с ночью поменяли. И вот еще и за всем бдят, следят за всем абсолютно. Несу сумку с перебежками. Что делать, кому сейчас легко. За спиной эдако. Наверное, уже летом ее доделают. И нам тут вообще лафа будет ходить, нырять в эдаку большую, делает здоровенную. Дай бог, все получится. И будет у нас хороший магазин. И надо будет в этот центр мотаться, в Альде. Я его не люблю, он всю жизнь обшарпанный. Там проходной двор, там постоянно все. почему-то никогда ничего нет. Какие-то мальчишки что-то раскладывают, что-то делают вид. Но до того все засрано, по-честному сказать. Хотя это мой любимый магазин. По крайней мере, в Монстре был. Так ведь, Ланочка? Привет тебе большой от нас с Константином. Все, мои хорошие, буду теперь уже точно прощаться. Устала, газку прибавлю и скоро уже приду домой. всем пока-пока. Верной дорогой идете, товарищи? Как и мы. Идем дорогой правильной, в правильном направлении. в Редактор субтитров о. Продолжение следует...